Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую на канале OpenWeb, и это видео будет на бла-бла. Сейчас очень много видео выходит по поводу продуктивности разработчика, и я бы хотел бы нести небольшой своей лептой. Вообще, продуктивность разработчика – это очень сложная тема, глубоко зарыта психологию, и просто развернуть в одном видео её не получится. Но мы можем вспомнить закон Паретта, который гласит о том, что 20% нашего труда равно 80% нашего результата. И что из-за 20% которого я лично для себя выявил? На самом деле, для разработчика самое главное – это погружение в его задачу, и так, чтобы его никто от этой задачи не отвлекал. То есть максимальная концентрация. Вроде всё очень дело банальное, но в наших реалиях это довольно трудно достигнуть. Почему? Потому что многие работают в офисе. В офисе концентрация, она такая довольно эфемерная штука, она вроде где-то есть, но надо сильно обстрагиваться от всего, что вокруг происходит, чтобы углубиться в свою задачу. На самом деле, я поработал, наверное, везде, где только мог. Ну, я имею в виду места работы, наверное, только в сартах не работал. Я поработал, как на диване, из дома, как сейчас модно, на удалёнке. Я работал у больших дядек в опенспейсе. Я работал в кабинетах. Я работал, где там, 3 человек в кабинете, где там, 2 человек в кабинете, где там, 5 человек в кабинете. И, ну, везде. Даже были всякие экзотические места работы, как, например, я очень люблю работать с кемпера, я работал в стол и с катера. И для себя я вывел то самое худшее для разработчика, это опенспейс. На самом деле, это такое говнище. Это ты сидишь просто как на рынке. Просто вокруг тебя люди, они что-то шароёбятся туда-сюда, что-то все галдят, кто-то ходит. И даже если ты надел какие-то такие офигенные наушники, наверное, для стендовой стрельбы, и ушёл в монитор, все равно, периферийным зрением ты мониторишь, только иначе людей, это все равно как-то плохо на тебя влияет. То, что ты не можешь уйти сам с себя. На самом деле, самое лучшее место, где приходит к нам идея, это туалет. Почему именно туалет? Потому что в туалете ты окружён стенками, тебя никто не смотрит, и ты остаётся своими мыслями один на один, но ещё и с говном. Я никого не призываю работать из туалета, но мы можем создать такие условия для себя. Многие, как и я, например, вот так на балконе, делают себе такие нано-офисы. Я их сейчас называю нора-разработчика или нора-пограммиста. Почему так? Здесь меня никто не беспокоит. Наглухо закрывается дверь, и здесь я сам с собой, наедине с своими задачами, провожу время. Вот так моя нора выглядит. Это два монитора, конечно, это модно-молодёжно, но это вообще на самом деле не главное. Это удобно, но это не главное. Две мышки, угадайте зачем, никогда не угадайте. Мы просто надо с женой сидим на этом компьютере вдвоём, и что-то обсуждаем. И удобно просто двумя мышками работать. Обязательно это блокнот, с моей первой работы я их дружи сделали, там очень много, до сих пор остались. Как лет 20 не могу их потратить. Туда записываются всякие блок-схемы, какие-то мысли и так далее. Кубик-рубик, который никак собрать не могу, кто-то его периодически разбирает, хотя это знает, кто это делает. Мой самый главный инструмент, чтобы фиксить баги, без него вообще бы ничего не работало бы. Звена подает такие стуэтки, андроиды, линуксы, конечно. Чаёчик, даже не чаёчик, это отвар, потому что не сильно люблю потреблять такие стимуляторы, а-ля там кофе или чай такого крепкого, когда работаю. Дальше фоторамка, которая никогда в жизни не включалась. Камус из Казбека, который, по-моему, так две вершинки. Модель мотоцикла, связь со внешним миром. 415 база, ответьте. Компас, чтобы знать, кого куда послать. И самое главное моё место, где я вам больше всего проводил код, это вот этот маленький ноутбук. То есть не эти два больших мониторка, которые все любят покупать, а именно маленький ноутбук. У нас маленький ноутбук, я могу брать куда угодно и работать там, где удобно. И не важно, какая у него вообще диагрональ, он просто удобен, то что я его взял под мышку и ушёл. И моя творческая студия, где, как всегда, творческий хаос, но для меня хаос это вообще нормально, я знаю, где, о чём у меня валяется. Главное, чтобы никто не убирался, если кто-то уберётся, всё, пипец, я ничего не найду. Ну и всякая херня для моего творческого хаоса. Самое главное, в таком нано-офисе, чтобы сюда послать родные гуманоиды, ну и другие углеродные формы жизни, входить не могли, чтобы вас никто не отвлекал. Не обязательно сидеть, улыбиться в монитор, иногда нужно от этих этих мониторов и просто посмотреть в окошко. Это очень вообще помогает уйти в свои мысли, не смотреть в код. Иногда там ничего нового нету, там ничего не написали нового. Иногда вы просто смотритесь в окошко, где приходят новые мысли. Кому было полезно это видео, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и всем чистого кода. Субтитры сделал DimaTorzok